Эй, аудиофил, а что это за наушники? Эй, аудиофил, что это за наушники? О, привет! Вот это наушники TDS6. Здесь установлены отличные динамики. Родные, кстати, я их выбросил, они не очень хорошие. Ну, о них попозже я расскажу. А в этом обзоре видео я расскажу о том, как выбрать наушники. Ну что ж, поехали! Привет всем! С вами Левчук Александр, канал Звукомания. Кстати, я пишусь на микрофон ELSIM ES8300. Отличные микрофоны, хорошо пишут звук, как на басу, так и серединку, и высокие частоты. Рекомендую. Ссылка будет ниже в описании. И там же будет кодовое слово. Звукомания 2017. Используйте его при покупке. Как же выбрать наушники? Забудьте о тех дешево сделанных наушниках, которые идут в комплекте с вашим MP3 Flag Player. При правильном выборе наушников вы можете испытать музыку, причем на совершенно другом уровне. Если вы слушаете музыку дома или в дороге, то стоит рассмотреть вопрос о вложении небольших денежных средств, высококачественные наушники для максимального удовольствия и комфорта. Но как же выбрать между наушниками? Например, более качественные и большие наушники от Sennheiser или Shure или TDS, как правило, дают высококлассный звук. Но как быть, если вам нужны маленькие наушники, и у вас очень маленькая, допустим, женская сумка, или вы просто не хотите таскать с собой наушники-затычки? Дешевые наушники часто сталкиваются с такими проблемами, как выпадение из ушей, боль в ушах. Ведь их делают из дешевого пластика. Кстати, при более высоких ценах, но все еще низким уровнем звука в плане качества, в диапазоне от 600 до 1200 рублей, вы получите более комфортные ушки. И они будут хороши, чтобы стоит потратить на них деньги. Тем не менее, если вы меломан или аудиофил, то вы должны рассмотреть и неплохие другие варианты. Хорошие наушники являются большими. Если вы любите прогулки, если вы хотите носить наушники в дороге, причем без проводов, то вам нужны, как правило, беспроводные Bluetooth-наушники. Недостаток – они занимают намного больше места, чем наушники-затычки. И, опять же, недостаток – это звук. Плюс они также легко пачкаются и весят они больше. Наушники в диджей-стиле. Огромные, громоздкие, потрясающие, красивые наушники, которые вам напоминают нечто диджейское. Многие любят из-за громкого звука. В результате происходит ущерб барабанной перепонке. Также еще интересная специальная полоска, которая идет за шеей, а не как обычно поверх головы. Они рекомендуются для бегунов или людей, которые носят шляпы, а также для фанатиков солнцезащитных очков. Поэтому, если вы девушка или парень с очень длинными волосами, и вы ненавидите наушники, которые комкают, сдавливают ваши волосы, или вам вообще не нравятся наушники, которые раздражают ваш пирсинг в ухе, то этот тип будет хорошим выбором. Помните, что вы получаете за то, что вы платите. Вообще, наиболее дорогие наушники уже сделаны с наиболее высоким качеством материалов и с применением лучшей техники. К примеру, наушники за 800 рублей будут звучать хорошо, но не так хорошо, как наушники из ценовой категории, допустим, 5000 рублей. Впрочем, наушники с ценником в 12000 рублей вы можете услышать для себя какие-то удивительные новые детали, и само построение звуковой сцены, и вообще что-то новое. Например, потратив 1000 рублей на наушники, вы, по крайней мере, можете получить базовое качество музыки, при условии, если у вас стереосистема высококлассного уровня. Другое дело, если вы получаете качество плюс долговечность. Есть и наушники, сделанные в 70-х, 80-х годов, которые все еще работают в наше время, только потому, что они сделаны хорошо. Когда вы покупаете наушники, то вы платите не только за имя и бренд, но вы платите за качество. Оцените шумоизоляцию наушников. Это относится к тому, как они держат музыку и блокируют внешние шумы. Но ничто так не раздражает, как необходимость задирать громкость, чтобы вообще заглушить звук в автобусе. Тот факт, что если вы довольно глухи, чтобы насладиться музыкой, вы делаете погромче, чтобы заглушить фоновый шум, если наушники открыты, то в конечном итоге людям вокруг вас не понравится это. Звуковая изоляция также будет удерживать вас от необходимости увеличивать громкость, чтобы правильно услышать музыку. Затычка или наушники-вкладыши, как правило, наилучшие для звуковой изоляции. В связи с прокладкой, которую они оказывают на ухо, и то же самое, огромные наушники в диджей-стиле, которые создают немного замкнутого пространства вокруг уха. Кстати, посмотрите на частотный диапазон. Если это более широкий частотный диапазон, то это означает, что вы можете услышать больше деталей в музыке, то есть больше в диапазоне. Допустим, такие диапазоны, как от 10 до 20 тысяч написаны на коробке. Не ищите шумоподавления, если вы не готовы выложить большие деньги за это. Все, что меньше 1000 рублей до 1500 рублей, такие наушники не стоят того, чтобы вы тратили деньги на них. Если вы действительно нуждаетесь в шумоподавлении, то поищите среди дорогих брендов, у которых имеются губчатые затычки для ушей, которые заполняются в ушном канале. Проверьте их. Самый лучший способ на самом деле узнать хорошие наушники и громкие именно для вас. Нужно проверить их. Попробуйте пойти в хороший зарекомендованный магазин электроники. Это позволит вам попробовать в реале послушать наушники. Возьмите с собой ЦАП, смартфон. Присмотрите магазин с трехдневным возвращением денег. Так вы узнаете на самом деле, какие типы наушников вы действительно хотите. Однако, всегда очищайте грязь из ушей, прежде чем пытаться померить наушники. Ищите импеданс у наушников. Чтобы получить лучшие из ваших наушников, вы должны согласовать импеданс наушников. И именно со своим аудиооборудованием. Это ЦАП и усилитель для наушников. Он измеряется в ОМ. Впрочем, на самом деле, это обычно означает, что вам нужно всегда будет увеличивать громкость немного по сравнению, допустим, с согласованной парой наушников. И, наконец, используйте ваши уши. Вы же обычный человек, который собирается использовать свои наушники каждый день. Тогда поищите дорогие наушники. Но не всегда дорогие наушники хороши. Единственное, что нужно помнить в этом контексте, это общая качество сборки наушников. Беспроводные наушники могут быть соблазнительно удобны. Но вы можете получить шипение или сжатие динамического диапазона, что сглаживает звук в какой-то степени. И вы можете столкнуться с помехами от других устройств. Если вы всегда носите с собой плеер в кармане где-то около вашей груди, то вы не будете нуждаться в 5-метровом шнуре. Если вы хотите слушать музыку в вашей стереосистеме в наушниках, то вам нужен будет 10-15-метровый шнур. Кстати, существует способ сократить длину шнура. Можно сделать свой собственный шнур-маталку. Если вы слушаете MP3 регулярно, то высококачественные наушники уже будут пустой тратой денег. Ведь MP3 сжимает музыку в файл, меньшего размера урезая все частоты. Будьте осторожны с любыми наушниками. Они портятся очень и очень легко. Если у вас более дешевые наушники, то они теряют свое звучание примерно через 1-2 года. После того, как покупаете высококачественные наушники, то вы обнаружите, что не можете вернуться к своим дешевым старым наушникам за 600-800 тысяч рублей. И вы будете разочарованы звуком. Когда вы впервые подключаете наушники, не забудьте сразу же уменьшить громкость. Как правило, вы получите то, за что вы платите. Не всегда так, ведь некоторые бренды наушников завышают стоимость самих наушников. Потому что они выглядят круто или очень популярны, но звук в этих наушниках может быть весьма простым. Всегда делайте свои исследования, прослушивания, проверяйте наушники. Закрытые наушники с шумоподавлением блокируют вообще фоновый шум, но они снижают общее качество звука. Предупреждение. Будьте особенно осторожны именно с наушниками с шумоподавлением и наушниками в целом. Да и во время вождения, особенно при езде на велосипеде или же прогулкам по улицам. Кроме того, увлечение музыкой может обеспечить, что вы можете пропустить какие-то ранние признаки предстоящей опасности. Как правило, небезопасно использовать наушники в течение очень длительного времени. Так как волны давления идут непосредственно к самой барабанной перепонке, при этом вызывая накопительную долгосрочную потерю слуха. Некоторые люди действительно получают головную боль от тяжелых наушников. Это может быть связано с плохим устройством самих наушников или когда слушают музыку на слишком высокой громкости. Надеюсь, данное видео вам помогло. С вами я прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь или здесь, не помню. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok